сразу сразу проверка связи как меня слышно дайте обратную связь здравствуйте хорошо спасибо всем добрый день сейчас будем начинать и открою презентацию у нас было заседание я только-только зашел кабинет для того что начать этим заниматься как тема была заявлена помните наши встречи сегодня с вами и и не знали и не видели ничего подобного там что-то было про от уирса до диплома что такое видео до диплома хотел посмотреть на всю одну параллельно давайте сейчас тогда рассмотрим эти вопросы действительно так оно и есть нам надо с вами просто немножко поговорить о том что человек должен наверное сделать на вашем месте чтобы было лучше сделать данный момент вот и сделать это так чтобы выйти на диплом правильно вот об этом я хотел немножко рассказать у вас сейчас третий курс это на самом деле время таких возможностей себя правильно отформировать что ли так скажем есть занимаюсь дипломированием на кафедре ну как занимаюсь дипломированием вот допустим у нас начинается на шестом курсе преддипломная практика вот мы ее проводим я смотрю то что получается у людей и соответственно становится понятным что еще нужно доработать какие практики бывают я вам расскажу ну и соответственно самое дипломирование когда мы его проводим мы защищаемся в январе месяце тоже при проведении возникает ряд вопросов ряд споров между преподавателями между студентами и преподавателями и между руководителями предприятий членами комиссии нашим специалистом вот вся вот эта картина формируется у нас зреет поэтому в рамках уирса я вот вам сейчас хочу немножечко такую информацию выдать она очень краткая собирал я ее спонтанно буквально так экспромтом вот поэтому я буду больше рассказывать вне чем внутри самой презентации будет информация значит помните что самое главное что времени у нас не так много вы естественно я себя на ваше место поставлю вспомню о чем я думал тогда когда учился третий курс так кажется что еще у ее сколько далеко учиться надо тебя вот но первый раз когда я услышал что практически я уже если я поступил то фактически закончил надо думать дальше до своей жизни услышал где-то в конце третьего курса вот вам я примерно то же самое хочу сказать что это время пройдет достаточно быстро и у вас есть время в принципе так сказать провернуть тот комплекс работ который вам дается в правильном правильный результат получить и соответственно выйти с нужными результатами на дипломирование получение диплома формирование своей карьеры вот поэтому пусть вас это дело не расхолаживать что вы еще на третьем курсе а на четвертом курсе вы будете думать о том что будет там на четвертом курсе а на пятом это так а диплом это вообще непонятно когда на самом деле все складывается в одну картинку у нас были случаи когда человек хотя в принципе чуть попозже расскажу перечень работы достаточно большой если вы посмотрите вот если этот тезис посмотреть что здесь написан то тут как-то может прокомментировать почему много надо всего сделать вы можете посмотреть свою учебную программу то есть по которой вы работаете до учебный план рабочий рабочую программу полностью все и увидите что вы должны обладать компетенциям огромный стопкой компетенции должен быть компетентными во многих 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 вопросах не только знать химию технологию урана вы должны знать охрану труда и менеджменты экономика и базовые вот эти предметы все и спецпредметы университета в принципе построен таким образом чтобы сформировать мощный пласт разнообразных знаний в течение его обучения поэтому здесь вам тоже нужно это помнить что допустим когда вы изучаете химию урана вы можете посмотреть на предмет не только как вам преподаватель рассказывает но она вас скоро начнется стать а по-другому немного то есть исходя из всех своих предыдущих знаний пропустив это через себя опять же оценив то что происходит вот и соответственно разобраться с разных сторон одной и той же проблематике вот один из немногочисленных слайдов этой презентации его так назвал что как у нас студент участвует в своем дипломе когда он учится еще вы сейчас по сути задаете базис знаний в том для того чтобы написать выпускную работу и рассмотреть основную какую-нибудь проблему которая вам тогда будет дана сейчас вот клиенты 6 курса берут тематику и промышленной тематики научной тематики когда они их изучают всеми возможными способами которые навыки навыки которых приобретены были в прошлое время большому счету если схему посмотреть она выглядит примерно следующим образом все это зреет как снежный клон понемножку 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 почему я здесь по курсам все это дело разделил и почему мы на уирсе это быстро достаточно свободное время и этот тот а возможность для люфта для движения вашего направлении которое бы вам хотелось изучить вы должны об этом помнить третий курс это пристрелочный такой курс фактически вас тут четыре часа дается нагрузки на преподавателя это преподаватель может в принципе четыре часа с вами просто проговорить вы уже этот курс закрываете вот кто-то скажет идите работайте кто-то скажет идите вообще здесь отсюда не выходите никогда да вот это уже преподавателя будет зависеть но это как сам начало на четвертом курсе задание немножко усложняется на пятом курсе вам дается больше времени на решение проблематик на шестой курс это уже написание диплом как это все время провести бывают разные варианты бывают разные варианты идеальный вариант нам случае показан виде такой тоненькой небольшой стрелочки когда ваша тематика исследования или тематика проблем какой-то допустим промышленные проблемы техническая проблема так далее который вам преподавать она тянется на протяжении всего вашего периода обучения вы в данный момент просто что делать вы изучаете один и тот же вопрос несколько лет вы становитесь таким матерым специалистом по факту сдачи диплома в этой проблеме ну если не теряете время зря конечно если вы не ходите на уирс ничего не делаете преподаватель там тоже занят там чем-то своим ну тут формирование будет проводиться более сложнее вот но в целом модель очень красивая и и очень любят руководители руководители ведут на самом деле часто происходит все по-другому жизнь она расставляет свои приоритеты факту может получиться вот так иногда еще в этих местах бывают академы академические отпуски бывают значит отчисления бывают все что угодно поэтому человеку как правило приходится начинать свой путь формирование навыков своих скажем так да ну если мы вот о них начнем говорить формирование навыков для того чтобы нормальный диплом хотя бы написать заново вот сейчас ко мне две дипломницы приходили говорили мы тут занимались занимались два года лаборатории в одной она не имеет никакого отношения к нашему профилю лаборатории все любят заниматься со студентами которые приходят и в рот ему так смотрят с удовольствием но когда дело доходит до дипломирования часть тех лаборатории руководитель лаборатории говорит ну извините давайте ко мне еще молодых студентов наберем лучше а вот эти и вот идите там сами дипломировать я не умею дипломироваться по тематике вашей кафедры и специальности такое несчастье часто происходит особенно если это лаборатории внешне если это физики как у нас происходит частенько здесь это напыление плазма химии так далее и мне интересно на самом деле как этот диплом будете защищать и думают они по-другому что вы допустим можете взять научный результат защитить его именно как на конференции ну я думаю вам про конференции еще не рассказывали то расскажут вам как вот этих встреч с вами сделать обычное выступление на конференции и выдать это за диплом у нас такое не прокатывает на специальности на наши нам нужен именно дипломный проект вот такой достаточно плотной по своему содержанию вы все-таки там показывать и навыки инженерные вы становитесь инженерами или инженеры сами думаете как правильно сказать нам вот бывают случаи что преподаватель допустим куда-нибудь пропадает вас может быть на случится конфликт преподавать тоже и вот жизненные таким впреди не допустим говорит один руководитель что мне не нужно мне 10 студентов не нужны новой версии мне два нужных почему потому что вот вот мне вот так нужно вы тут оказываетесь ситуации когда вы нам что-то надо делать дальше как-то обучаться но преподаватель уже надо искать другого что-то менять поэтому часто такое бывает что тематики отличаются что лучше что лучше я не знаю почему потому что ну мне кажется и в одном и в другом есть свои плюсы у меня получилось свое время идти по тематике исследования фактически в одном треке в одном треке в таком в одном траектории вот но у нас она началась эта тематика с четвертого курса не с третьего вас раньше начинается уирс вас есть больше времени развитие навыки ну допустим мы сли линейный трек вот это рассмотреть первого типа скажем так он очень хорошо подходит для работы дальнейшей научной деятельности в аспирантуре допустим вы можете это исследование дальше отработать наверно стать в нем главным допустим исследователем руководитель может отойти в сторону заниматься каким-то другими уже в то время мероприятием вы идете в аспирантуру и соответственно там продолжаете дальше развивать матчку вот если вы идете по второму типу когда у вас перемены такие качки начинаются куда-сюда как штормит вас до условно говорят с темы на тему с руководителя на руководителя вы навыки начинаете приобретать несколько других странах вы становитесь более адаптированным человеком вы видите плюсы-минусы каждого из руководителей вы уже знаете что там сильное насколько работа или слабое ну и соответственно я вас не призываю менять руководители как перчатки каждое семестр но тем не менее это есть такая возможность и я уверен что у вас многих нескольких будет именно так как инженер вы здесь наверное будете более состоявшихся потому что занимаясь разными проблематиками разными тематиками исследовательскими да вы уже нащупаете такой некий фундамент базис и можете отработать универсальную методику изучения чего угодно и угодно ну по сути вот когда человек выступил выступление организовывать выступает перед людьми ему должно быть уже должно быть такое настроение что он может рассказывать о своей тематике или чужой тематике примерно одинаковым энтузиазмом ну вот я всегда когда доклады мы отрабатываем на дипломе говорю возьми заменить слово уран словами колбаса например и посмотри что у тебя получается в диплом он начинает вот по моей технологической схеме производится 100 тонн в год колбасы смеются того кто слышит но на самом деле все это искусство презентации никак не меняется от того что вы можете докладываться о зеленой траве вы можете докладываться о технологии урана можете докладываться марсианах там не знаю угодно если вы уверенно держитесь на публике если уверенно умеете выступать то вам должно быть без разницы вот но это что касается публичного выступления знания конечно тематики тут сложности возникают если вы поздно схватились перед самым дипломом начали погружаться в тематику вашего будущего диплома вам будет конечно же сложнее изучить все тонкость особенно если руководитель вас этими тонкостями начнет заваливать начнет говорить изучи вот эту толстую книжку вот этих три толстых книжки должен изучить и так далее вот руководителя зависит он может просто подвести вас к тематике легко скажем так бывает так что он вас просто загрузит вы перегорите и нерочи ходить вот это все ваши траектории которые желательно построить таким образом чтобы выйти на дипломирование праве вот от уирса к диплому носи в целом вот схемка такая что здесь еще интересное ну допустим посмотрим с вами тематика уирсов вот вам сейчас раздали темы вы сформулировали ну вы наверное еще пока не сильно анализировали что вам дали и наверное мало скажите а кто вам уже читал эти лекции и о чем они читались по моему про статьи егоров николай борисович прочитал да и все да или еще кто-то читал уже скажите пожалуйста леонова лилия александрова а что она рассказывала презентацию составить грамотно еще смороков по общую структуру ну если как он состоящего начинается чем продолжается понятно ну презентацию правильно да нам докладывать надо сейчас пандемия была на пятом курсе очень четко виден просадка уровнем выступлении докладов презентации оформление всех вот этих тематик ну вообще сам на само поведение человека который два года скажем так отдельно находился дает часа себе знать вроде как я сначала не понимал в чем дело что такой уровень то слабый а потом до меня дошло что да не просто получается 3 4 курс потеряли ну и не встречались часто с преподавателями издавали все дистанционно будем надеяться что вашем случае этого не произойдет вот вы сможете успеть и успеете отработать все вот это дело ну а что здесь надо вот по слайду если сказать то как вот выбрать вообще тематику и чем лучше заниматься вас сейчас голова я думаю либо вы еще не включились либо вы сейчас сидите очень сильно судорожно думаете елки-палки сколько руководителей сколько тем они все могут быть непонятны вам и зачем они вам нужны или там вам что-то понятно что-то непонятно это тоже нормально вот и что делать как вы сами через себя то должны пропустить все эти тематики вообще понять чем заниматься желательно вам примерно представить и понять чем вы хотите заниматься в будущем я наверное говорю слишком далекие идеи то есть часть из вас этому еще не задумалась но попробуйте представить себя после окончания диплома лет через пять хотя бы кем вы будете кем вы хотите быть где вы хотите работать я понимаю что зарабатывать и все хотите много я не спрашиваю сколько вы хотите да но то от того как вы этот образ нарисуете вы принципе поймете где сейчас лучше уже развить нужные навыки и в каком направлении для того чтобы прийти к этой цели вот поэтому ну деятельности бывают разные вот эти будущие я условных разделил здесь на несколько типов действительно у нас специальность очень многогранны если вы пойдете сравнивать химиков допустим с других специальностей с нашими химиками или технологов или инженеров с нашими специальностями то увидите что нас с человеком по сути универсальным и мы еще сейчас стараемся сделать вас еще более универсальными чтобы вы могли заниматься практически всем потом первая деятельность это эксплуатационная то есть когда вы приходите на предприятие и вам дается какой-то объем работ который вы постоянно выполняете каждый день просыпаетесь приходите работаете ну вы по сути наверное это инженерные должности должности которые ниже инженерные допустим стоят это аппаратчики и всякие мастера смен и так далее они что делают они у них задача главное чтобы технология работала мотор крутился продукт выдавался слона берет так мотор не крутится сразу просто ученый крутится давайте-ка делать и вот этот набор инструментария у такого человека который так работает у него он стандартный он по сути имеется инструкцию живет по инструкции работает по инструкции если все хорошо то он получает деньги за это дело вот такая деятельность допустим есть еще другая деятельность как бы нам когда мы были студентами про это день сико не рассказывал преподаватели наши которые уже сейчас уже не работаю здесь первое поколение преподавателей они не акцентировали внимание что такая деятельность есть но она есть на есть мы сейчас связались проектировщиками с разных направлений и действительно вы можете работать в таких направлениях у нас студенты распределяются они работ проектная деятельность это что такое это инженеры проектировщики то есть вы не эксплуатируете оборудование вы его разрабатывать каким она должна быть вот со своей стороны мы не можем полностью допустим разработать весь промышленный объект вот вы весь если даже будете разрабатывать прям с нуля понятное дело что там будет очень много погрешностей и реально он таким не сможет запуститься до любой объект промышленные разрабатывать сотни людей и вместо этого человека который в эту сотню входит она у него свое допустим один прокладывает вентиляцию он знает как это делать другой строит стены 3 строит обвязку технологическую 4 электричество 5 канализацию это причем коллективами делать не даже не один человек целый коллектив потому что есть куча нормов снипов там гостов так далее как правильно сделать иначе в тюрьму кого-нибудь посадят если что-то не так сделать часто бывает что на этих проектировщиков ну как бы их не хватает и часто вот начальник цеха решил там переоборудовать завод привозят ему новое оборудование которое он заказал а он не может просто к розетке подключить потому что точек розетки там нет где ему надо или место должно быть без окна а у него окно в комнате в этой находится он не может поставить туда мощный источник рентгеновского излучения или с химию какую-то сложную делать да потому что там стоит окно вот эти нормы начальник цеха он просто не в состоянии уловить без проектировщика так вот проектной деятельностью в принципе вы когда закончите нашу специальность вы можете заниматься вы можете стать человеком который делает делает здание делает технологии я буквально на той неделе был когда в командировке я зашел к проектировщиком поговорил посмотрел как они работают вот здесь ну очень много интересного самом деле но эта работа такая вы сидите за компьютером и вы постоянно взаимодействие с другими людьми ездить в командировке друг другу делайте один большой объект на основе своих знаний которые мы вам даем вот часть специалистов у нас ушла в такое направление работает вот у нас две девочки пошли работать новосибирский проектный институт росатомовский русатомовский давайте сразу так места положения его поймем да вот но они проектируют очень много разных объектов проектируют торговые центры проектируют вот в центре торгов которые вы ходите они все ну раньше вот самое первое поколение они всяких старых цехах были расположены fox city там возьмите там ближние до самых но есть такие места которые проектируются с нуля ты делают инженеры проектировщики от наши две девочки сейчас уже две медицинские клиники спроектировать то есть они активно начали участвовать именно в медицине знание химии знание технологии знание строительных правил им позволило участвовать таких проект им очень нравится вот я не хочу за акцентировать это на уране в данном случае я просто хочу сказать что ваш будущий дети сможет быть очень разным еще какая деятельность может быть на выходе это научная деятельность здесь наверное если николай борис рассказывал про науку немножечко ирина усольцева еще вам расскажет про как патентный пояс сделать это все элементы научной деятельности научная деятельность подразумевает то чтобы делать что-то новое впервые в зависимости от того если вы делать это впервые эта наука если вы делать это не впервые значит это уже не наука это уже какое-то внедрение еще что поэтому с точки зрения науки навыки которые вам нужны они другие до постоянная такая креативный подход нужен любому вопросу нужно знание теории глубокое чтобы понимать как это сделать генерация идей опять же и выполнение этих идей нужно все это дело нужно делать определенное время вот с наукой тут сложно ко времени привязать но приходится скажем так разбивать на этапы временные за время это делать в целом да может до бесконечности ковыряться в какой-то теме и постоянно совершенствовать но когда выдать надо результат то все равно наступает время вот поэтому научная деятельность подразумевает у вас другие навыки и сейчас в юрсе может заняться всем другим ну если вы хотите в научную сферу пойти после окончания поступить в аспирантуру там докторантуру там так далее вот для вас по идее вам нужно выбирать сейчас такие темы которые вы развили вас эти навыки здесь бывает это то о чем я рассказал это в основном исследовательская наука фундаментальная на металле вообще сложно она как она она понятно изначально когда вы подходите к ней но если дойти до детали то там желательно все-таки притягивать какому-то объекту ну зачем вы занимаетесь этой наукой должен быть какой-то какой-то интерес какой-то объект ниша какая-то свободная там или еще что-то то есть чего не делали раньше вот это все исследования я еще назвал другое направление это производственная наука понимаете что ученые не только сидят научных институтов не но и находится производстве смежных организаций находящихся рядом с производством вот них задача доработать то что уже сделано науку новую сделать допустим внедрить аппарат исследование условий поменять так далее так далее тогда вот это тоже направление научной деятельности в принципе и публикуются на эти темы но тематики здесь могут быть как закрытый так открыт допустим корнохимический комбинат он закрыл тематики свои назвал так коммерческой тайны хотя они все там внутри заниматься но сейчас в принципе просто там и такая есть конкуренция каждый не делится со своими идеями своими идеями с другом соседним предприятием например и в каждом городе уже пытаются сами делать свою науку что-то там выделывать из того что у них есть естественно здесь есть и свои сложности ну вот они пытаются соблюсти коммерческую тайну потому что если они сделают это то молодцы большие предприятия прибыль и они будут выглядеть других предприятий лучше вот поэтому если такое направление выбирать то тут уже ваши инженерные навыки раскрываются надо знать технологии ну нужно знать по сути навыки эксплуатационные которую я здесь написал и научный на такой симбиоз сделать ну вот так что у нас там дальше я еще одно направление сначала написал потом убрал подумал что наверно вам это не сильно надо будет ну вы должны понимать что есть еще управленческое направление то есть деятельность вы можете хотеть стать директорами я почему убрал потому что подумал что зачем тогда все остальные направления все скажут да я хочу быть большим начальником больших предприятий там быть директором огромной фирмы с большими прибылями зачем мне вообще быть инженером технологом дело в том что навык управления формируется в процессе условий которые здесь будущей деятельностью обозначена нельзя сделать так что вот я закончил луз я могу быть начальником том-то зовут такого не бывает то есть этот навык формирующийся уже в процессе рабочей трудовой деятельности и он скажем так может быть не сформирован процессе работы вам может быть и не нужно поэтому вы должны понимать что есть еще и такая деятельность но у юсти мы вряд ли сможем сформировать этот навык и поэтому я вычеркнул сейчас не вам не надо заморачиваться с этим делом вам об этом нужно будет думать только тогда когда вы отработаете 57 после окончания вуза вы уже поймете что надо делать для того чтобы идти вверх ну вы уже как правило пойдете по ней по этой карьерной лестнице и уже будете знать куда дальше двигаться вот этот управленческий навык он там будет вырабатываться я в свое время тоже кого не спрашиваешь а что делать чтобы правильно управлять людьми что делать чтобы там руководителям быть классический подход здесь боюсь очень сложно объясню не услышите такого там четкого ответа если вам будет четко говорить скорее всего врут вот или не учитывают множество особенностей вот отсюда сделать вывод можно следующий что вот эту деятельность когда вы поймете или хотя бы сейчас наметите себе что вам хочется ну приблизительно что вам хочется я понимаю что у вас 10 раз может все еще поменяться но все-таки надо на что-то нацеливаться на выполнение любой задачи вот как только вы эту цель сформируете внутри себя и для себя то вы сможете понять что лучше делать на улице и так написать диплом что касается дипломов у нас два варианта защиты диплом дипломов все это называется дипломная работа которая делится в свою очередь на дипломную работу и дипломный проект как бы такая-то автология получается но вы сильно не акцентируете на этом вниманием двух типов бывает диплом это работа и это проект если проект то туда могут быть форме проекта защита она у нас является симбиозом навыков ваших эксплуатационных которые я в первую очередь показал проектных навыков вот проектные навыки в дипломном проекте очень хорошо раскрываются и тут мы кстати сейчас обнаруживаем что наверняка навыков проектирования у нас мало вот мы больше эксплуатационщиков таких готовим технологов который пришел там и работает вот он да он будет идеально работать на производстве проектировать надо учиться некоторые сталкиваются в процессе диплома с недостатком информации в области проектировать мы будем стараться с вами управлять эту ситуацию вот каждый год что-то двигается выпускаются новые идеи возможно вы мы не отказывайтесь таких идей если мы вас будем привлекать на всякие разные мероприятия связанные с проектированием с работой с предприятиями лучше соглашайтесь потому что чем чаще будет это делать тем лучше проектный навык и производственный навык вас будет сформирован а есть дипломная работа дипломная работа она идет по принципу научных навыков по сути это продвинутое исследование какое-то которое было проведено за рам за время уирса и написаны какие-то публикации вот на эту тему можно написать дипломную работу и защитить ее как диплом с элементами диплома она тоже будет впускной квалификационный работа традиционно получается что у нас на кафедре как правило защищается порядка на 80 процентов проектов 20 процентов работ часто бывают такие фразы что давайте делать больше работ меньше проектов вот в других вузах часто бывают что мало проектов делается больше работ делать поскольку проект у них очень сложные и они говорят а мы будем лучше работаем и заниматься наших таких смежных специальностях которые находятся в других городах похожих да вот там все по-разному в нашем случае проектов много проекты у нас защищают это попроще преподаватели понимают что от них требуется они считают что это легче вот делать все по накатанной технологии работает и так далее по сути это наша такая традиция наверное эту традицию эту скрепу сложно сломать в данном случае хотя нужно менять потому что проекты которые нас защищаются часто бывают такие что они там 50-летней давности был два года назад случай когда диплом нику чуть ли не с красным диплом с средним баллом 50 далее ну это было только-только начало пандемии девятнадцатый год от закончится и в двадцатом до этого двадцатом году и 21 час уже не могу вспомнить короче говоря тут даже не вина студента была на водителя что он дал ему старую книжку почитай все по старой книжке сделать диплом он сделал но книжка настолько старая была что производственники посмотрели что он сделал и сказали вообще зачем вы это делали у нас уже технологии совсем ушли в другое время это технологии по энергии по энергоемкости не выдержит никакой конкуренции по производительности и сложность ее обслуживания зачем это надо было у нас на чем не мог собственно никак ответить потому что въехал в нее в последние два-три месяца в эту технологию поэтому тут навыки правильного проектирования мы тоже стараемся совершенствовать чтобы такого не было тем не менее надо бояться руководители периодически это не подкинут вам какую-нибудь ерунду а вы потом жить с ней должны вот поэтому поэтому двух типов видов это вы можете подумать что вам лучше я уверен что половина даже уже процентов 70 из вас скажет да мне нужен проект не хочу сильно наукообразие делать вот андрей аркаевич если он вам рассказывал про идеи которые возникли до на протяжении трех лет который вам надо будет проводить он говорил что вам там нужно будет в одном месте сделать публикацию это для того чтобы вот если вы поете по навыку научному это является обязательным этапом обязательно так ну а севернуться к вот этой схеме мы здесь увидим еще некоторые вещи которые по идее меняют вашу парадигму понимания ситуации то что повлияет на вас вот вы сейчас допустим если видите так через год вы подойдете к этому иначе а через два года можете подойти совсем иначе часто такое бывает да когда вы сами вспомните как вы на первом курсе или там во время абитуриентами когда еще были думали о том чем занимается и клава учиться пойдете и сейчас то что вы думаете немножко разные вещи да как он девятом классе думали о том что вы будете делать тоже другие вещи ход в процессе обучения у нас есть еще дополнение такие которые называются практики на условиях и так пометит практики вот в этих местах они стоят после окончания курсов мы с вами проводим их и соответственно вы на них едете и что-то там у вас может в голове щелкнуть и измениться в зависимости от того что увидите на практиках это явление нормальное это даже хорошо вот если вы допустим прийти из практики скажите елки-палки я хочу заниматься вот этим совсем другой какой-то тематикой и вы поменяете тему исследования или тему уирса на то что вам стало вдруг неожиданно интересно ну допустим если вы поедете в зеленогорск увидите кучу разных приборов дорогущих которые делают анализ на изотопы вы поймете как делать производство изотопов изотопно-чистой продукции который продается там по все развитые страны вот вам может показаться что елки-палки о чем у меня изотопами не заняться производством изотопов давайте-ка я сделаю технологию изотопов это же очень перспективно вот такой тип мышления он как бы складывается после посещения практики бывает наоборот что человек приехал на атомную станцию как это у нас бывает он на инструкции посадили сидел там две недели надоело ему это все он вышел оттуда и мы подписали бумажки что он был там два месяца и он уехал оттуда приехал сюда куда я съездил нафиг мне это надо было пред какой-то буду лучше заниматься той тематики которую мне дал руководитель и такие варианты бывают вы продолжаете заниматься теми темами которые у вас есть этот первый случай линейный такой там случае так может складываться вы конечно развеете эту тематику сделать ее более насыщенной с учетом того что увидели но такое не всем может повести так что вы приедете на практику и будете очень рады впечатлены на предприятие может быть такое что вы не впечатлитесь и будете просто находиться в каком-то ну умилом состоянии таком просто надо будет на следующий курс через год поехать на другое предприятие посмотреть еще раз вот здесь желательно перебрать побольше предприятий чтобы понять как все работает вот что вам лучше подходит если допустим были в том закрытом городе поехать в открытый город посмотреть как там там люди живут столько они зарабатывают чем они дышат вообще что им интересно да вот у нас есть еще преддипломная практика вот там две практики как раз перед шестым курсом я поставил это преддипломная практика она фактически у кого-то может быть даже являться продолжением производственной практики часть людей на этих практиках уже может зарабатывать деньги себе и работать в обоими вместе с другими работниками предприятия вот поэтому это тоже влияет на выбор вашей тематики при работе на уирсе и написание диплома интересно бывает еще такой момент когда тема на дипломирование когда вы сюда выходите самый конец уже желательно бы чтобы она была по теме того завода куда ты поедешь работать я просто сейчас соединяю все которые вот у меня накопились мысли разных людей разных сотрудников преподавателей так далее они же все любят ну если всех послушать они каждый со своей стороны красиво рассказывает но эти случаи могут быть взаимоисключающими друг у друга а вот один одна из теорий говорит о том что а давайте-ка все дипломы или вообще диплом защищать по тематике того предприятия куда вы поедете работать безусловно это красивая идея но она может не совпадать с тем чем вы занимались несколько лет подряд то есть вы выбрали место работы вы посмотрели там захотели там работать вот и говорите так ну я тут занимался трением допустим каким-нибудь а тут у меня производится вольфран да так мне надо все переделать или там надо новые навыки развивать в себе да и тут вас выбор какой взять диплом паренью который вы допустим знаете хорошо или вольфрам который очень слабо знаете риски возникают определенно если вы меняете тематику и что делать со старым ну тут надо с руководителями дипломов разговаривать приходить к выводу но я хочу сказать что есть такая несостыковка невозможно сделать то что вы занимались все постоянно и это хорошо на самом деле вообще государство любит чтобы мы работали жили в одном городе работали до пенсии на одном предприятии и потом умерли еще в этом же месте это идеальный вариант для государства но для вас это вариант для того чтобы делать постоянно развитие самого себя развиваться это наверное не самый лучший вариант и поэтому комбинации различные перескоки там какие-то научные исследовательские правоенческой тематики и так далее проектная деятельность это явление его не надо воспринимать как конец света это просто нужно понять что да мы можем можем поработать по-другому вот ну наверное это мысль я самую главную которая вам хотел сегодня донести вопрос пожалуйста есть у вас какие-нибудь давайте вопросы вопросы там есть кто-нибудь вообще никого не слышно вопросов нет тут супрунов пишет мы вас слышим и просто вопросов нет понятно значит у меня так вам такое задание будет чтобы все это дело как-то отложилось до прошло не зря ну в принципе здесь больше наверно не расскажешь а еще один момент хотел еще один момент хотел сказать что сейчас прорабатывается тематика такая защита смежных дипломов и на основе этого дела вам бы хорошо развить себе навыки за эти несколько лет как технологов люди которые умеют знать технологию и чертить ее виде каких-то проектов технологических схем и так далее если вы этот навык разобьете то вы можете участвовать допустим в комплексном проекте между разными специальностями допустим если вот тут вы плохо знаете электрическую часть энергетиков да допустим как они там электролинии про подводят да но если у вас команде командная такая работа будет если у вас команде будет человек который знает или энергетику хорошо с другой стороны в команде у вас будет человек который знает строительную часть хорошо в команде будет человек который знает охрану труда допустим или экологию хорошо то вы вместе сядете поговорить и вы можете сделать такой дипломный проект который будет очень шикарно выглядеть и генеральный директор когда нам сюда приезжает сибирского химического комбината того чтобы посмотреть на работу наших студентов да они могут быть весьма впечатлены и когда это очень может сказаться на вашей дальнейшей карьере да вот мы сейчас эти варианты прорабатываем я думаю что как раз когда вы подойдете к этапу защиты диплом эти варианты уже будут частично опробованы испробованы мысли и идеи которые там испробуются они уже будут как-то иметь место быть вот поэтому даже так можно защитить будет диплом сейчас я думаю это это все набирает оборот очень сильно и в целом вот вы допустим в пятером собрались разных тематик люди профессий скажем так будущих но все инженерные специальности сделать проект и каждый из вас пошел по своим кафедрам и догадал доложил свой проектный вот этот диплом который вы суммарно сделал но он будет настолько продуманным проработанным что не возникнет коллизии не возникнет детских ошибок при проектировании уже вот вот такой вариант мы еще отрабатываем вам тоже надо быть готовым если будет необходимость включаться в такую работу я вам очень рекомендую это будет и интересно для вас и вы как специалисты будете развиваться искать общий язык значит не химиками до для того чтобы сделать какую-то общую задачу вот ну теперь что занос на не пошли сейчас последний слайд отмотаю вот он последний слайд вам задание составить свой трек деятельности для написания диплома попробуйте посидеть подумать как вы это видите чем бы вы хотели заниматься на уирсе эта информация скажем так не для того чтобы умею там куда-то слить потом обсудить там вот этот хороший этот плохой нет эта информация просто для того чтобы вы сами на себя взглянули и проработали эти вопросы об этом все равно надо как-то задумываться у вас никто это не спрашивает но вот я хочу именно спросить это и чтобы вы скажем так обрисовали себе свой облик то чем бы вы хотели заниматься обрисуйте один раз потом уже будете знать что вам в случае каких-то непонятных обстоятельств возникающих процессе дальнейшего уивса что вам будет нужно сделать вот ссылочка на google форму куда можно будет приложить файл то есть делаем такой можно это сделать в виде джипега рисунка схему можно даже по моему вот этому клише стрелочками да то есть но стрелочки называть назвать как-то там по-разному вот вписать побольше текста на каждый этап и сделать схемку такую да и выслать ее на через google форму можете здесь qr-код взять сосканировать сразу попасть туда можете прямо часто делать и вы попадаете над google форму я не знаю презентации вам нужно это не нужно если нужно то пожалуйста я могу ее предоставить вот такое задание будет у нас с вами для того чтобы как-то все это дело закрепить все вопросы есть еще вопрос на опять нет но если вопросов нет то наверное можно будет заканчивать потому что в целом в целом уже ну то что я хотел сказать сказал так вот в принципе осуществляется путь начальной точки уирсов которые вы находитесь только-только-только придя на этот курс до самого дипломирования параллельно прицепиться наряду с уирсом навыки и других предметов теория других предметов навыки отработаны в лаборатории у других предметов и все это дело сойдется в единой точке названием государственной аттестации мы хотим сделать так чтобы вы конечно же приходя к этому моменту уже знали зачем вам это надо что вам надо ну и те инструменты которые вам были выданы вы знали как менять вот у меня все не все сюда не жду от вас тогда заполнение формы я не знаю там следующую лекцию вам когда она значит скажите пожалуйста есть у вас информация тем ну тогда рекомендую вам до этой субботы нарисовать этот трек посидеть подумать и заполнить эту форму она автоматически заполнится когда вы туда все отправить и больше об этом даже можно и не вспоминать все будет лежать в отдельном месте все ну тогда всего доброго всего хорошего вам спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...